В Челябинской области пройдет этап Кубка России по авторалли, а уже этой весной копейский боксер Сергей Ковалев может провести бой-реванш с Уордом. Подробности расскажем в обзоре спортивных новостей. Рубрику представляет спортивно-оздоровительный комплекс «Юбилейный. Твой здоровый образ жизни». Субтитры создавал DimaTorzok На время ралли перекроют ряд автодорог. Подробный список есть на нашем сайте adinobal.ru Это кадры из нового промо-ролика, посвященного этапу Кубка Мира по ски-кроссу. Россиян приглашают приехать в Солнечную долину. Соревнования там пройдут с 24 по 25 февраля. Организаторы уже отобрали сотню волонтеров. Они будут встречать участников в аэропорту, помогут во время соревнований и тренировок. Заявки прислали около 500 активистов. В итоге конкурс составил 5 человек на одно место. А теперь о самом важном боксерском событии года. Уже этой весной Сергей Ковалев может провести бой-реванш с Андре Уордом. Об этом команда Копичанина сообщила представителям американской прессы. Напомню, в прошлом году Ковалев проиграл Уорду по очкам и лишился чемпионских поясов, но посчитал судейство нечестным и настаивал на повторной встрече. Челябинцам предлагают принять участие во всероссийском проекте «Моя альтернатива». Он посвящен здоровому образу жизни. Организаторы ждут заявок от тех, кто любит активно отдыхать и не имеет вредных привычек. Участнику нужно записать видеоролик. В нем рассказать о своих увлечениях и отправить его на сайт Лиги здоровья нации до 19 февраля. Судьбу записи решит онлайн-голосование. В итоге в финал попадут 23 человека. Они представят свои работы конкурсной комиссии в Москве на молодежном фестивале. Там и выберут пятерку победителей. Они получат крупные денежные призы. А теперь к новостям хоккея. Третий этап еврохоккей-тура сегодня открывает игра в Санкт-Петербурге между сборными России и Финляндии. Начнется матч с участием нашей команды в 19.30 по московскому времени. В ее состав, я напомню, вошли южноуральские спортсмены. Это игроки магнитогорского «Металлурга» вратарь Илья Самсонов и два защитника Виктор Антипин и Алексей Береглазов. А также бомбардир челябинского трактора Алексей Кручинин. А вот мужская студенческая сборная страны по хоккей уже завоевала первое место на Универсиаде, одолев в финале сборную Казахстана. В напряженном матче россиянам удалось забить только единожды в начале третьего периода. Этого оказалось достаточно для золотых медалей. Отмечу, женская сборная нашей страны тоже стала лучшей среди всех студенческих команд. Константин Гришенков, Александр Зайцев, Дарья Шведова, ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok